Всем привет! Вы на канале Кобсвилл Шоу. В этом выпуске я расскажу вам про 10 способов сделать скриншот на компьютере или ноутбуке. Но сначала давайте разберемся, что такое скриншот. Скриншот это полезная опция и является обычным снимком экрана. Его можно сделать в любое время и сохранить на жестком диске. Чем же эта функция может быть полезна? Если возникла трудность в работе с ПК, сделайте скриншот и отправьте специалисту по почте. Если вы создаете обучающий ролик, то при помощи скриншотов также можно вставить в него для большей наглядности фотографии. Во время интернет серфинга вы можете сохранить у себя на компьютере интересную информацию или фотографию или при той или иной ошибке во время работы за компьютером, чтобы показать ее мастеру. И здесь вам могут помочь те самые скриншоты. Создание скриншотов стандартными средствами Windows. Обратите внимание на клавиатуру на кнопку с надписью сокращённо PRTSK. Она также может на некоторых клавиатурах написано как PRTSKN или Print Screen. Но это не важно, так как функцию они выполняют одну и ту же. Если вы еще с ней не сталкивались, знайте, что именно она отвечает за создание экранных снимков. Нажмите на кнопку Print Screen для создания скриншота. Не пугайтесь, что никаких видимых изменений не произошло. Снимок экрана монитора создан и помещен в буфер обмена вашего компьютера. Вам останется только извлечь его оттуда. В случае использования ноутбука понадобится воспользоваться комбинацией клавиш FN плюс PRTSK. Как ранее говорили простыми словами FN плюс Print Screen. Стоит заметить, что ноутбуки чаще всего располагают урезанным вариантом клавиатуры. Из-за этого многие функции на них доступны в сочетании с дополнительной клавишей FN. Вставка и сохранение снимка экрана. Для того, чтобы помещенный в буфер обмена снимок можно было увидеть, сохраните его отдельным файлом. Запустите на компьютере какой-нибудь стандартный редактор, например Paint и воспользуйтесь комбинацией клавиш Ctrl плюс V. С ее помощью происходит вставка содержимого буфера в рабочее окно редактора. После того, как изображение будет вставлено в редактор, нажмите одновременно клавиши Ctrl плюс S для его сохранения. В диалоговом окне «Сохранить как». Придумайте имя, файла и сохраните в нужном формате. Если вам нужен скриншот не всего экрана, а только активного окна, используйте на клавиатуре сочетание клавиш Alt плюс Print Screen. При использовании ноутбука нажмите клавиши Alt плюс Fn плюс Print Screen. Создание снимка экрана Windows 7. Стандартное создание экранного снимка любой операционной системы Windows практически одинаково. Windows 7 в этом не исключение. Однако эта операционная система имеет такой интересный инструмент, как ножницы. Для начала необходимо открыть данную программу. Для этого зайдите в меню «Пуск» и выберите пункт «Все программы». После этого перейдите на вкладку со стандартными программами. Среди присутствующего списка будут ножницы. Когда вы запустите эту программу, на экране появится небольшого размера окно. На нем расположены следующие кнопки «Создать отмена параметры». Остальная область экрана монитора становится слегка затуманенной. Нажмите на кнопку «Создать», которая содержит попадающий список. Здесь присутствуют следующие инструменты. Произвольная форма, прямоугольник, окно и весь экран. И выберите то, что вам нужно. Итак, поподробнее про программу «Ножницы». Здесь вам будут доступны некоторые средства для начального редактирования созданного изображения. Окно программы содержит следующие пункты меню «Создать». С помощью данной опции вы сможете создать новую область копирования. «Сохранить». Выбрав эту кнопку, вы сможете сохранить заданный фрагмент на своем компьютере. Для этого в открывшемся окне укажите имя файла и предпочтительное расширение. «Копировать». Позволяет сохранить изображение в буфере обмена для последующей вставки в любую другую программу, например, в Photoshop. «Отправить фрагмент». Существует возможность отправки скриншота по почте. «Инструменты». Пункт содержит небольшой набор инструментов для рисования и редактирования. Также можно удалить ненужный фрагмент. Очень удобен в использовании. «Маркер». «Маркеры» позволяют закрасить желтым цветом задний фон. «Резинка» позволяет удалить нарисованное вами изображение. Проведя все необходимые изменения, сохраните созданный скриншот в любое удобное место в графический редактор Paint или Microsoft Word. Варианты создания скринов на Windows 10. Windows 10 имеет большие функциональные возможности как в обычном плане, так и в создании экранных снимков. Их можно сделать путем знакомого уже сочетания клавиш Windows плюс Print Screen. В этом случае система автоматически сохранит файл с расширением PNG или PNG, как некоторые говорят в папке «Снимки экрана». Этим функционал, так сказать, Windows 10 намного современнее, чем 7. Для ее открытия, имеется в виду открытие папки «Снимки экрана», перейдите во вкладку «Мой компьютер», а далее «Изображение». Еще одним способом является задействование клавиш Windows плюс H. В данном случае снимок сохранится в облаке. В правой части экрана откроется боковая панель, на которой вы сможете выбрать вариант использования сделанного скриншота. Данный список содержит следующие варианты OneNote, Twitter, почта, сообщения. Перед тем, как закончить данное видео, познакомлю вас с дополнительными программами для создания скриншотов. Вы можете поставить видео на паузу и записать их. Они вам пригодятся и заметно облегчат работу на компьютере. 1. Microsoft Snip. Этот менеджер скриншотов является бесплатным. Его можно скачать с официального сайта компании Microsoft. 2. LightShot. Лайтшот поможет без труда сделать скриншот просто в использовании. 3. Fast Tone Capture. Простая в использовании программа. Позволяет делать снимки экрана, а также записывать видео. 4. Snuggled. Замечательно подходит для создания скринов как всей области экрана, так и в отдельных участках. Позволяет применять к изображению различные эффекты. 5. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова 5. Редактор субтитров А.Семкин Ч haz.